Санкт-Петербург Санкт-Петербург считается родиной ледовых скульптур, которые создавали еще в XVIII веке. В наши дни эта традиция возродилась и переросла в фестиваль. На этот раз экспозиция из ледовых скульптур была организована в Кронштадте, в музейно-историческом парке «Остров Портов», который является новым кластером культуры и туризма Петербурга и создан для того, чтобы сохранить наследие легендарного города. Фестиваль ледовых скульптур «Кроншт-Лёд» был приурочен к 320-летию Санкт-Петербурга и Балтийского флота. 16 лучших мастеров, призеров международных конкурсов по созданию ледяных скульптур, приехавшие из разных городов России, выразили свой авторский взгляд, свое восприятие истории северной столицы – Кронштадта. И еще раз напомнили нам об истории российского флота. На фестивале были представлены 15 композиций, созданных из настоящего речного льда. Каждая композиция имеет индивидуальную подсветку, подчеркивающую красоту и неповторимость этих произведений искусства, в волшебную, фантастическую атмосферу. Ледяные скульптуры разместились под большим специально оборудованным шатром, где поддерживалась необходимая температура и влажность. Композиция «Петр I», основатель Санкт-Петербурга и Российского флота, занимает центральное место в экспозиции. «Россия молодая» – начало российского кораблестроения. Изображен Петр I в молодости. Екатерина II, императрица и самодержица Всероссийской. «В Петере жить» – памятник первому российскому оператору Петру Великому «Медный всадник», создан под руководством французского скульптора Патьяна Пальконе. «Белый медведь» – по-настоящему белый, а не протрачный. «Юный Нахимовец» – легендарный крейсер «Аврора», «Дворцовая площадь», «Александровская колонна» и «Арка главного штаба». Первая советская атомная подводная лодка. Легенда отечественного флота АПЛ К-3. Ленинский комсомол. Гербовый символ Кронштадта. Маяк «Толбухин». В композиции «Морячка» и «Маяк». Это один из старейших российских маяков, построенный по приказу Петра I. Первоначальное название – «Маяк Котлинский». Композиция «Шторм на Балтике» отображает противостояние моряков стихией. Лирическая композиция «Свидание на мосту». Пешеходный балочный банковский мост через канал Грибоедова соединяет Казанский и Спасский острова. Первая в России водолазная школа для подготовки квалифицированных кадров с числа офицеров. Образована в 1882 году в Кронштадте. Первый российский пароход «Елизавета». Прогулка по Санкт-Петербургу на конной упряжке Мусоакевского собора «Путешествие во времени». Никольский морской собор в Кронштадте заложен в честь 200-летия российского флота в 1903 году императором Николаем II. В 1929 году храм был закрыт и переоборудован под кинотеатр. С 2000 по 2013 годы восстановлен и освещен заново. Первое в мире судно ледокольного типа «Пайлот». Первый свой рейс «Пайлот» совершил 22 апреля 1864 года от Кронштадта до Орненбаума. Композиция «Алые паруса» в честь праздника выпускников, ставшего традицией Санкт-Петербурга. На фестивале ледяных скульптур были и свои победители. Победитель фестиваля композиция «Путешествие во времени» мастеров Свердловской области Матвея Ваваева и Кирилла Баталова. Второе место Никольский морской собор в Кронштадте. Третье место Композиция «Первая водолазная школа России». Чтобы увидеть потрясающие шедевры, сделанные из альдата, нужно было выстоять в очереди больше часа. Но восхищение от увиденной красоты превзошло все ожидания. Фестивал ледовых скульптур подчеркнул красоту, величие и романтику Петербурга, его самобытность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова